Попал под обстрел. Калининградский журналист под пулями снял репортаж об Украине. Зачистка бездомных животных по всей России. Догхантеры вышли на охоту. Кому мешают собаки и что делать, если ваш питомец попал в ловушку. Опасно для жизни. В Калининграде найдена свалка ртутных термометров. Убийство или трагическое совпадение. Калининградка поставила точку в конфликте с бывшим супругом с помощью вазы. Калининградская область больше не особенная. Николаю Цуканову не нравится такая характеристика региона и он предложил исключить это слово из лексикона. Здравствуйте, вы смотрите службу новостей город в студии Екатерина Грившинская и главной теме дня. Калининградский журналист Вячеслав Артуниан попал под обстрел на юго-востоке Украины. ЧП произошло ранним утром 20 января возле автобусной остановки в Донецке, где чуть ранее упавшим снарядом убило одного человека и шестерых ранило. Операторы и корреспонденты, одним из которых оказался калининградец Вячеслав Арутинян, рискуя жизнью, успели снять это происшествие. К счастью, сотрудников СМИ никто все же не пострадал. Как написали позже журналисты в своем фейсбуке, в момент обстрела на Киевском проспекте находилось много людей, в том числе и местные жители. Когда там находилась не только наша съемочная группа, но и наши коллеги с других российских телеканалов и местных телеканалов Донецких. Начался обстрел, также в этот район стали прилетать мины и мы были вынуждены выехать в безопасное место. Отметим, обстрел в Донецке не стихает. Украинские военные уже сутки бомбят город. Ранее также два снаряда попали в здание больницы. сообщается об 11 пострадавших. А по данным ООН, жертвами конфликта на юго-востоке Украины уже стало около 5000 мирных жителей. Ленинградский журналист Виталий Арутинян, к слову, уже попадал под обстрел в Славянске и с недавнего времени включен в список сотрудников российских СМИ, кому запрещен въезд на территорию Украины. И к другим темам. Собаки, собачья смерть. Под таким жутким лозунгом 20 января докхантеры, а проще говоря охотники на бездомных животных, объявили войну четвероногим. В этот день живодеры раскидали отраву в скверах, у мусорных контейнеров и на детских площадках. Везде, где, по их мнению, дворнеги находятся чаще всего. Наш корреспондент Ольга Захарова пыталась выяснить, что это человеческая жестокость или способ защиты. Подробности в следующем материале выпуска. У таксы по имени Куба сегодня необычная прогулка на поводке и под строгим присмотром хозяйки. Галина Орлова опасается, что собака может подобрать отраву, которую обещали распространить докхантеры или попросту отравители собак, считающие себя борцами за безопасность и спокойствие людей. Мы решили несколько дней, вот вчера, сегодня, еще пару дней погулять с ней на поводке. Хотя собака у нас очень подвижная, любит бегать, ей это не очень нравится, конечно. О готовящейся облаве хозяйка Рыжей Кубы, так же, как и другие калининградцы, узнала из сообщений интернет-СМИ, в которых сообщалось, что 20 января докхантеры собираются раскидывать в городе крысиный яд, после которого смерть наступает долго и мучительно. Несмотря на жестокость, которую живодеры намерены истреблять животных, мнения интернет-сообщества разделились. Увижу докхантера, не поленюсь остановить машину, не поломаю. Считаю, что убивать животных по собственной воле могут лишь морально неустойчивые люди. Вот бездомных, а то под колеса бросаются. Встретил бы этих уродов, сам накормил бы. Без пальцев останетесь, по-другому говорить будете. Вот так может выглядеть смертельная отрава, которую живодеры грозятся разбросать в местах выгула животных, городских парках и скверах. Запах приманит собак, ну а яркий цвет может заинтересовать детей, которые гуляют здесь же. Поэтому в ближайшие дни будьте предельно внимательны. Собаку выгуливайте только на поводке и в наморднике, и внимательно следите за детьми. К счастью, именно в день облавы выпал снег, и крысиный яд хорошо виден на снегу. По внешнему виду он напоминает розовые следы от новогодних хлопушек. Яд смертелен для человека и для животных. Симптомов, как таковых, нет, но могут наблюдаться. Необычная потеря аппетита, поташнивание, рвота и жидкий стул. Концентрированный раствор поваренной соли, которая есть в каждой семье, в каждом доме. Примерно столовая ложка на литр воды вызвать рвоту, чтобы животное хорошо все это вырвало. В качестве профилактики можно порекомендовать за 10-15 минут до выгула собаке дать какой-нибудь сорбент. Также, как у отравления крысиным ядом нет ярко выраженных симптомов, докхантеры почти ничем не отличаются от обычных людей. Ходят на работу, по магазинам, убийцами себя не считают и дают интервью. Вот только лиц не показывают и голос просят изменить. Мы собак не убиваем. Мы на самом деле контролируем численность бездомных собак, потому что они представляют собой угрозу. В частности, вот сейчас смотрите, сейчас пошел снег, сейчас холодно. Собаки сбиваются в стаи и они представляют собой огромную опасность, потому что они голодные, они злые. О том, где конкретно сегодня распространялся яд, молодой человек нам не рассказал. К счастью, о случаях гибели животных не сообщили и в полиции. Ведомство взяло сообщение о запланированной акции под свой контроль. А любителям чинить самосуд там еще раз напомнили, за жестокое обращение с животными придется отвечать. Докхантер – слово английского происхождения, но в Великобритании и странах Европы такого движения нет. За жестокое обращение с животными там предусмотрен штраф до 200 тысяч евро. Дворняк там не травят и не отстреливают, а стерилизуют и пристраивают по приютам. Постепенно этот метод приходит и к нам. Люди эти убивают животных из-за того, что не боятся наказания за это, из-за безнаказанности. Если бы за убийство людей также не наказывали, я думаю, они бы убивали и людей тоже. Причиной своей жестокости докхантеры считают людей, которые пострадали от бродячих собак. Только в прошлом году сильно были покусаны дети в Балтийский и Советский, а в начале февраля в зоопарке стая бродячих собак загрызла кенгуру. В противостоянии докхантеров и владельцев собак, зоозащитников и родителей покусанных детей ответ один – ответственность. Поводок для одних и крупный штраф для других. Ольга Захарова, Андрей Долгий, Служба новостей, город. Сегодня днем в группе ВКонтакте мы задали вопрос жителям города, что же делать с бездомными животными и предложили вам три варианта ответа – усыпить, отдать в приют или проявить безразличие. Вы сейчас можете высказывать свое мнение, а итоги мы подведем в конце выпуска. И еще одна скандальная новость сегодняшнего дня. В Калининграде найдена свалка ртутных термометров. Промышленные отходы были обнаружены на территории целлюлозно-бумажного комбината. Работники предприятия по счастливой случайности избежали отравления парами опасного химиката. Наш корреспондент Кирилл Попов отправился на место происшествия. Ему слово. Именно здесь вчера и обнаружили несколько пакетов с термометрами. Среди всего этого мусора даже сегодня наша съемочная группа нашла вот такую коробку от той бомбы замедленного действия. В ней находятся футляры от термометров и технически паспортные измерительные приборы. Но, как уверяют специалисты, все необходимые меры по ликвидации неблагоприятных последствий произведены, и окружающей среде уже ничего не угрожает. Неизвестно, сколько времени на территории комбината пролежали ядовитые отходы. Место здесь глухое и малопроходимое, а несанкционированные свалки почти на каждом шагу. В основном коробки и стройматериалы, заваленные ветками. Именно работники короотвала и обнаружили горы бесхозных термометров. Сегодня мы набрали 17 килограмм различных градусников. Такую находку специалисты уже окрестили шокирующей. Ежегодно в области фиксируется более 600 случаев халатного обращения с ртутью, а общий вес металла не превышает 150 килограмм. Однако такого большого скопления токсичного элемента в одном месте в Калининграде не было уже давно. Вчера превышение предельно допустимой концеррации составало от полутора до единицы. Сегодня, после проведения работы, мы добились не превышения ПДК. Ну, сейчас вот реактивы поработают, и дня через два специалиста снова выйдут на эту территорию и проведут повторные замеры, чтобы убудиться, что обработка проведена качественно и в полном объеме. То, что обнаружить вредоносные приборы удалось именно сейчас, не иначе, как везение, уверяют специалисты. Ведь зимой при низких температурах вещество остается в жидком состоянии и не представляет никакой угрозы. Однако с наступлением весны пары химического элемента могут нанести смертельный вред человеку, повлияв на его нервную систему. И тогда устранять последствия пришлось бы уже не на 10 квадратных метрах, как сейчас, а на территории нескольких городов. Ртуть, она не только при непосредственном контакте может нанести ущерб. Нужно понимать, что в большом количестве она может проникать через почву в грунтовые воды, попадать в водные объекты. Например, на протяжении мониторинга, который проводился последние годы, повышенный уровень ртути фиксировался в пробах воды как в реке Приголе, так и в реке Неман. Ученые и экологи сходятся во мнении, что сложившаяся ситуация не иначе, как преступление. Как заявили в МЧС, устанавливать личности, выбросивших опасный груз, начнут со дня на день. По одной из версий, злоумышленниками оказались рабочие одного из предприятий, расположенных на территории комбината. Кирилл Попов, Станислав Куркин, Служба новостей, Город. Смотрите во второй части нашего выпуска после небольшой рекламы. Убийство или трагическое совпадение? Калининградка поставила точку в конфликте с бывшим супругом с помощью вазы. Калининградская область больше не особенная. Николаю Цуканову не нравится такая характеристика региона, и он предложил исключить это слово из лексикона. Калининградцы номинированы на Оскар вместе с нашумевшим фильмом «Левиафан». Местная группа «Лондон-Париж» написала музыку картине Андрея Звягинцева. Все это через пару минут оставайтесь с нами, реклама пройдет быстро. Вы смотрите Служба новостей, Город, и мы продолжаем. Минувшей ночью при пожаре в жилом доме в поселке Южный Багратионовского района погибло два человека. По предварительным данным, хозяин курил в постели. От искры загорелась кровать погибшего. Он и его 38-летний сын отравились дымом. Другие криминальные события города и области смотрите далее. Вечером в отдел полиции по Ленинградскому району поступил звонок от этой женщины. Калининградка сообщила, что убила своего бывшего мужа. По ее словам, с ним у нее был затяжной конфликт. В очередной раз утром мужчина явился к ней домой с оскорблениями. Нервы не выдержали, а под руку попалась случайно стоявшая рядом ваза. Когда я поняла, что он не дышит, не сразу как удалила. Выдалила это одно. Я, естественно, стала очень сильно нервничать. Но прятаться и куда-то убегать я не собиралась. Калининградка оттащила тело бывшего супруга в подвал. Весь день она надеялась на чудесное исцеление мужчины. Но оно так и не произошло. Сейчас сотрудниками следственного комитета проводится проверка. В эти выходные полицейские изъяли 15 велосипедов и 4 пары автомобильных дисков. По имеющейся информации, все ценности были украдены у жителей города. Склад ворованных вещей оперативники обнаружили в одном из гаражей центрального района. Если вы узнали своего железного коня или хотите ознакомиться с полным списком найденного, звоните по телефону, который вы видите на своих экранах, либо к нам в редакцию по номеру 555 085. Полиция задержала 53-летнего мужчину с многолетним криминальным опытом. Его подозревают в ограблении посетительницы одного из кафе на Московском проспекте. 10 января 36-летняя калининградка оставила свою сумочку без присмотра и вместе с подругой ненадолго вышла на улицу. По возвращении женщина не досчиталась кошелька с деньгами и документами. Сумма ущерба составила чуть более 9 тысяч рублей. В настоящее время полицейские проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений. Екатерина Степанова, Служба новостей город. Почему ученые признали 19 января самым депрессивным днем года? Об этом не только. Далее короткой строкой. Калининградская область больше не особенная. Губернатор предложил исключить это слово из лексикона при характеристике нашего региона. По мнению Николая Цуканова, цитируем, надо прекратить жаловаться на нашу жизнь, говорить о том, что мы особенные. Все и так знают, что мы особенные. Калининградские врачи стали выписывать электронные рецепты. Министерство здравоохранения планирует подключить к новинке все поликлиники региона. Один из явных плюсов системы – теперь льготники смогут в режиме онлайн через портал Госуслуг контролировать наличие нужных лекарств в аптеках, а также сроки их поставки. 19 января – самый грустный день. К такому выводу пришел один из британских ученых с помощью математической формулы. Он высчитал самый депрессивный день каждого года. Им стал третий понедельник января. Согласно формуле, именно в это время сходится сразу несколько обстоятельств. Плохая погода, долги и кредиты после праздников, а также не выветрившиеся до конца похмельем. Ты яркая, спортивная и зажигательная? Тогда именно тебя не хватает БФУ имени Канта. Спортивный клуб университета ищет студенток в команду по чирлидингу «Фортуна». Занятия участниц группы проводятся трижды в неделю. Все подробности о наборе на официальном сайте университета. За любовью и обожанием отправляйтесь в Калининград. Наш город занял 27 место в списке самых любвеобильных городов России. Для этого эксперты оценили эмоциональное состояние пользователей социальных сетей, анализировались упоминания любви и позитивные эмоции. К примеру, такие выражения, как «я люблю» и «обожаю». Если в поисковике ввести одну букву «Л», то по рейтингу первым будет загадочное слово «Левиафан». Фильм с этим названием номинируется на «Оскар» и несколько дней назад получил престижную лондонскую премию. Между тем, ту самую статуэтку в Калининграде ждут не меньше, чем в Москве. Ведь саундтреки картине написали в прямом смысле на Балтийском побережье. С авторами музыки группой «Лондон Париж» пообщалась наша съемочная группа. Интервью по поводу номинации на «Оскар» в домашней обстановке. На столе три чашки горячего чая и уже не новый, но всеми любимый диск калининградской группы «Лондон Париж». Красота. Ну а если «Левиафан» возьмет «Оскар»? Нам будет очень приятно. Нам же и так приятно, но учитывая то, что он сегодня еще взял, Жень, ты говоришь, да, какую-то премию? Да, он сегодня получил очень английскую, да? В «Лондоне» премию. То есть еще больше увеличивает шансов на то, что он «Оскара» получит. Потому что сейчас среди политической ситуации между Россией и всем миром, я думаю, что шансов больше. Когда речь идет о таких номинациях, меркантильные вопросы «А сколько?» отходят на второй план. Да и отвечать на них музыканты не спешат. Когда это у нас с вами было такое? Возь придавили! Воня на всю округу! Там чужой дядя чуть ли лили души, а Ромку увидел и плачет. Чего тебе? Ты все испортила? Это все из-за тебя! Да я во всем виновата. На вопрос, как ваша музыка сюда попала, скромно парирует. Самые важные вещи в нашей жизни часто происходят случайно. Так и это предложение заполнить секунду тишины в звездном фильме поступило с простым телефонным звонком. Форматы рамки, если они возможны для творческого человека, режиссер обозначил. А вот Лондон-Париж музыку под фильм писать не стали. Вы не писали специально. Я могу предложить только то, что есть. Потому что там было нечто вообще не наше. Не писали музыку на заказ не из принципа. Просто вышло, что та самая композиция уже давно жила в альбоме. С легким названием «Красота». И хоть многие зрители уже восприняли фильм как тяжелый и неподъемный, исполнители считают, что за такой не по-голливудски серой картинкой смысл и вполне понятное желание свободы. Можно, можно все. И поет, и комментирует, уже сидя за столом, Евгений и Сергей. Он тяжелый, он мрачный, но он не чернушный. И более того, когда мне говорят, что это фильм, который позорит Россию, это не совсем так, потому что фильм это о людях. Люди даже перестали думать. А это самое страшное. То есть они перестали верить, перестали думать, зачем за нас все решили. Вот это и есть то самое чудовище, которое, собственно, всех нас уничтожает. И уничтожает, это самое главное вокруг нас. На вопросы, как такой фильм, пустили в большой прокат и на что, намекал режиссер, группа отвечает. Гордитесь, люди. У нас в кои-то веки действительно хорошая бровая премия. И фильм действительно хороший. Гости нашего интервью не верят в массовую депрессию и разруху в кризис. Дескать, закаляет. Поэтому и для фильмов со смыслом музыку подбирают такую, что, глядя на картину пера именитого режиссера, под аккомпанемент их музыки где-то внутри себя невольно восклицаешь. Красота. Анастасия Орехова, Мария Калинина, Максим Кириченко. Служба новостей. Город. Ну а теперь к новостям интернета. Давайте посмотрим, что калининградцы сегодня обсуждали в социальных сетях. Люди не летают, как птицы. Только не смейте это говорить калининградским серферам. Такие кадры на просторах Балтики сумел запечатлеть Дмитрий Горбунов. А эту путешественницу, к слову, одетую как барыню, ее хозяйка из Москвы Татьяна Мострюкова в первую очередь и отправила на пятый форт. Кстати, Шуша уже успела побывать на Куршской косе. Скоро и до моря доберется, шутят владельцы игрушки. Зима, похоже, возвращается в наш город. И правда, долгожданный снег на своей видеокамере сегодня зафиксировал не один горожанин. Эти калининградские ведьмочки знают толк в танцах. Первое место на танцевальном чемпионате и миколайках. Это вам не шутка. К тому же видео уже набирает десятки просмотров и лайков на Ютьюбе. Если вы хотите, чтобы ваши отчеты попали в наш эфир, выкладывайте фото и видео с хэштегом «Один городской канал». Ну а теперь пришло время и вам поделиться своими хорошими новостями. Премиальный продукт у меня, вот там на хорошем новостях. Такая погода замечательная. Замечательное утро у меня сегодня прошло. Дети у меня хорошие. Нуки-правнуки. Вот, веселый, живу и радуюсь. Ухаживаю у меня сегодня от работы. Дети ко мне приехали. Постоянно жить с Москвы переехали. Похода радует. Детички, семья. Две внучки. Скоро третья на подходе. Ну что, работа хорошая. Все устраивает. И вернемся к главной теме дня. Сегодня в город вышли докхантеры, чтобы бороться с бездомными животными. Напомним, в нашей группе ВКонтакте мы запустили голосование, чтобы узнать у калининградцев, что, по их мнению, нужно делать с бездомными животными. Итак, вот такие варианты ответов мы получили. За усыпление проголосовало 23,1. Отдать в приюты 65,4. И равнодушными остались 11,5%. Это все на сегодня. В студии для вас работала Екатерина Грившинская. Если вы стали свидетелем уникального события, звоните нам по телефону 555-085. Всего вам доброго. И увидимся в городе. Продолжение следует...